Здравствуйте, товарищи! Продолжаем наше занятие. Сегодня у нас очень важная и интересная и непростая тема. Это использование в разных делах форм социалистической экономики. Обратите внимание на звание, на формулировку тому. Здесь не звучит товарно-дережные отношения, я думаю, что из лекции мы узнаем почему. Это так. Лекцию прочтет кандидат экономических наук Виктор Иванович Миловко, ректор нашего университета рабочих корреспондентов. И кандидат специалист, достаточно глубокий, в этом вопросе, который он будет обладать. Пожалуйста. Добрый день. Еще раз озвучу тему занятия. Использование товарно-денежной форм социалистической экономики. Практически все слушатели сегодняшнего занятия жили при социализме и сталкивались с тем, с такими, я бы назвал, терминами, как деньги, цены, прибыль и так далее. Это так называемая поверхность экономических явлений. А за поверхностью лежит сущность, нам надо разобраться. А действительно ли деньги, или то, что называли деньгами при социализме, являются деньгами в политико-экономическом смысле? А действительно ли то, что называли товарами, являются товарами в политико-экономическом смысле? Ну, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно несколько посмотреть в область теории. Итак, социализм или социалистическое производство, коммунистическая общественная формация является отрицанием капитализма, капиталистического и мануарного производства. И социалистическое непосредственно общественное производство является формой производства, диаметрально противоположной товарному производству. Этот вывод, который был сделан на основе анализа развития капитализма Марсом и Энгельсом, затем подтвержден Лениным, во время которого уже приступили к строительству социализма, коммунизма. И эти выводы, они основывались прежде всего на объективном ходе развития капитализма и отрицании его смены коммунистической формации. Вот уже в капитале Марса, я напомню, классический вывод, когда, рассматривая предложенный Робертом Оуэн будущее общества, социалистическое, Марс отмечал, что Оуэн предполагает форму производства, то есть непосредственно обобществленный труд, то есть форму производства, диаметрально противоположную товарному производству. Ленин на протяжении всей своей жизни также строго следовал этому анализу, этим выводам. Причем, что брать в начале, к этапу его деятельности, в середине или в конце. Ну, скажем, в одной из первых работ, что такое друзья народы и как они воюют против социал-демократов, он писал, «Для организации крупного производства без предпринимателей нужно уничтожение товарной организации общественного хозяйства и замена ее организацией коммунистической, когда бы регулятором производства был не рынок, как теперь, а сами производители, само общество рабочих, когда бы средства производства принадлежали не частным лицам, а всему обществу». Далее писал, что касается социализма, то известно, что он состоит в уничтожении товарного хозяйства. Значит, такова принципиальная позиция, принципиальный, так сказать, первый вывод. Идем дальше. Но если на смену товарному капиталистическому производству, а капиталистическое производство, я напомню, являясь ступенью, стадии развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. То есть, если социалистическо-непосредственно общественное производство является деметральной противоположностью, то, соответственно, вся система экономических законов, экономических категорий, которые, в совокупности представляют из себя или составляют данную форму производства, тоже является деметральной противоположностью. Ну, давайте для примера возьмем. Основной экономический закон товарно-капиталистического хозяйства – закон стоимости. Соответственно, он не может быть основным экономическим законом противоположной формы производства. Основным экономическим законом социалистического непосредственно общественного производства, как мы хорошо знаем, является закон производства потребительной стоимости. Далее, цель производства. Напомню, что определяющей цели и мотивом капиталистического производства является, возможно, большее производство прибавочной стоимости. Ну или, говорят, прибыли. Можно так сказать, пометуя о том, что прибыль есть превращенная форма прибавочной стоимости. Соответственно, целью диаметральной формы производства, социалистического непосредственно общественного производства, является обеспечение полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Вот второй вывод, на который бы я хотел обратить ваше внимание. Идем дальше. С точки зрения развития, развивается и капитализм, развивается и социализм, мы должны понимать, что не происходит так одномоментно, что 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому, 17 года, совершилась социалистическая революция, вот 26 октября люди проснулись, и все уже, капитализма нет, а есть социалистическое непосредственно общественное производство. Все, конечно, не так. Идет известный переходный период. То есть, вот если понимать отрицание как диалектическое отрицание, оно не голое, не зряшное отрицание, оно отрицание с сохранением, отрицаемого в виде моментов. Вот у Марса и у Ленина есть очень такая красивая, понятная фраза, что социализм, он выходит из нетр, то есть новое общество социалистическое выходит из нетр буржуазного общества и во всех отношениях, разумеется, в том числе и в экономическом отношении, несет себе следы или родимые пятна прежнего общества. То есть, вот это новое содержание, непосредственно общественное, оно должно и обязано проявить себя и в новых формах, которые порождены, так сказать, в ходом строительства социализма, и какое-то время в старых формах. То есть, вот эти все старые формы экономические, они хотя бы по названию, они какое-то время будут присутствовать в социалистическом, непосредственно общественном производстве. Но при этом они будут выражать уже новое, непосредственно общественное содержание. Далее, мы должны помнить о том, что между капитализмом и социализмом идет известный переходный период. И в этот переходный период в сфере экономики присутствуют различные экономические уклады. Ну, во-первых, это новый уклад коммунистический, который образован, формируется, строится. Во-вторых, старые уклады, как минимум два. Это капиталистический уклад, от которого уходим. И мелкотоварный уклад. И содержание переходного периода является борьба. Очень просто. Кто кого. Кто кого. Итогом борьбы между коммунистическим укладом и старыми товарными и капиталистическими укладами завершилась победой коммунистического уклада. То есть, в середине 30-х годов капиталистические и мелкотоварные уклады в целом были вытеснены. Поэтому, если можно говорить, скажем, вот о старых товарно-денежных формах и старом содержании, то это, во-первых, в отношениях с капиталистическими странами, во-вторых, где-то на окраинах, на задворках, когда колхозник произвел на своем огороде продукцию, выехал на рынок, продал. Но эти отношения не определяли лицо, вообще, присущность социалистического, непосредственно общественного производства. Далее. Ну вот, я здесь говорил о цели социалистического производства. Ну, задался вопросом. Во всяком случае, в нашем кругу вроде уже споров нет, что целью социалистического производства является обеспечение полного благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. Ну, это, как бы, такая сущность. А как это реализуется в сфере экономики? Вот как это достигается? Посредством каких методов? Экономических методов управления, экономических инструментов, если можно сказать. Ну, давайте, так сказать, попытаюсь вместе с вами порассуждать. Ну, прежде всего, обеспечение полного благосостояния. Вот мы можем даже сравнить вот те расчеты стоимости рабочей силы, которые делаем в сегодняшней капиталистической России. Ну, понятно, членам общества, вот рабочим, нужно питаться, одеваться, нужно, так сказать, квартира, нужно, так сказать, нужны школы, больницы и так далее. То есть, вот нужен определенный набор продуктов и услуг, которые удовлетворяют человеческие потребности. Причем мы должны понимать, что, во-первых, идет спеда этих потребностей. Было время, я, во всяком случае, застал, когда все поголовно ходили в галошах. Сейчас, по-моему, никто не ходит. С другой стороны, не было мобильных телефонов. Может быть так. С другой стороны, не было мобильных телефонов. Сейчас они есть. Потребности меняются. Они развиваются. Вот даже говорят о законе возвышения потребностей. Понятное дело, что, чтобы насытиться, можно, так сказать, поесть хлеба и картошечки, но с точки зрения развития человека, сохранения, так сказать, его здоровья, нужен определенный набор продуктов, которые обеспечивали бы калорийность, набор белков, углеводов, так сказать, микроэлементов и так далее и тому подобное. Значит, и это все реализовывалось через систему натурально-вещественных показателей. Система социалистического планового управления. Вторая сторона. Свободное всестороннее развитие всех членов общества. Вот чтобы человек развивался, должно быть главное условие, первое. Должно быть свободное время. Соответственно, должно быть такое развитие идти, чтобы рабочее время уменьшалось. И, соответственно, увеличилось свободное время, которое можно использовать для вот этого самого свободного всестороннего развития. А путь, здесь один, рост производительности труда. Соответственно, вот вторая сторона появляется в реализации этой задачи. То есть, среди систем планового управления социалистической экономикой, непосредственно общественной, должны быть показатели, которые, скажем так, направляют всю деятельность, и предприятия, и работника, и в целом общество, на снижение затрат труда. Ну, таким, кстати, об этом мы будем, так сказать, несколько, так сказать, позже говорить, центральным, так сказать, показателем было снижение себестоимости. А напомню, по своей сущности, скажем, стоимость, доносные показатели. Стоимость – это затраты труда. Затраты труда. Вот в этом уже, так сказать, на поверхности экономических явлений реализуются требования снижения затрат труда. Итак, такое небольшое уступление. Теперь переходим непосредственно к анализу вот этих товарно-денежных форм. Ну, начнем то, так сказать, с чем все сталкиваются, все знают – это цены. Так, все мы знаем, что при цитализме вроде как были цены. Ну, во-первых, первое уточнее – это не цены. Строгое название цен при цитализме – это плановые цены. То есть вот этим, можно сказать, прилагательным уже идет отличие цен при социализме от цен при капитализме. Вот красный чернило. А вот и не так. Чернило-то не красный, а красный чернило – красный. Потому что цена в капиталистическом производстве тоже не цена. Ну, это цена производства. Цена производства, которая формируется как издержки производства, потраты капитала, плюс прибыль. Ну, я пока опускаю то, что там средняя прибыль, на самом деле, там еще монополистическая прибыль добавляется. То есть это издержки производства плюс прибыль. Значит, что получается у нас? То есть при социализме. Плановая цена. Я воспользуюсь листочком бумаги, чтобы объяснять и писать. Значит, вот плановая цена формируется, предположим, структура цены. Прежде всего, себестоимость. Красный еще не было. Ну, да, вот, пожалуйста. А вы сомневались. Себестоимость. Вот обратите внимание, уже в этой категории не стоимость издержки производства, а себестоимость. В условиях капиталистического производства такой категории нет себестоимости. Напишем, себестоимость изделий. Плюс прибыль. Ну, прибыль есть, была. Прибыль. Значит, главным показателем всей деятельности, хозяйственной деятельности социалистических предприятий, это был показатель себестоимости, ее снижение, снижение себестоимости. Прибыль образовывалась как по определенному нормативу к себестоимости, как бы вторичная. Дальше шел налог с оборота, налог с оборота, так вот эта вот прибыль. Я сокращу налог с оборота. Вот получалась цена. Я опускаю, там, так сказать, торговую надбавку, оптовую, для, так сказать, простоты и более, так сказать, популяризации и объяснения. Значит, что происходило? Если предприятие внедряло какие-то новшества, технические, новое оборудование, новую организацию труда, это приводило к снижению себестоимости. Соответственно, снижалась и прибыль, поскольку она была привязана по нормативу себестоимости. Налог с оборота. И тогда получалась экономическая возможность снижения цен. И такой процесс был регулярный. Я напомню, хорошо известный факт. Представители старшего поколения, наверное, застали, что с 1947 года по 1953 год были регулярные снижения розничных цен. И это происходило не потому, что какими-то административными методами действовали, а потому что сама экономическая система, она ввела к этому снижению цен. Ну, приведу несколько цифр. Несколько цифр. Взять военные годы, наиболее показательные. Казалось бы, тяжелейшие условия. А вот эта система действовала. Значит, себестоимость за 4 года, 1944 год по отношению к 1940 году снизилась в 2 раза. Производительность труда за 3 года, с мая 1942 по май 1945 года, в промышленности выросла на 43%. Для сравнения, я не поленился, зашел на сайт Федеральной службы государственной статистики, посмотрел, как у нас идет рост производительности труда в России за последние 10 лет на 40%. Есть за 3 года на 43, и за 10 лет на 40%. Итак, значит, вторая составная часть – прибыль. По названию прибыль, плановая прибыль. Но по содержанию, значит, геометральная противоположность той прибыли, которая существует в товарно-капиталистическом хозяйстве. Я напомню, что по определению своему, прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости. Значит, а прибавочная стоимость, источник прибавочной стоимости – это затраты прибавочного труда рабочих. Соответственно, если определяющей целью капиталистического производства является увеличение прибыли прибавочной стоимости, то в конечном итоге, если туда сущность заглянуть, все это ведет к увеличению затрат труда рабочего. Значит, что было в социалистическом непосредственно общественном производстве? Она снижалась. Она снижалась. Вот в силу вот этого, так сказать, экономической системы управления, которая была создана. Соответственно, снижался. Ну, кстати, вот у Марса в капитале есть, когда он анализирует абсолютную и относительную прибавочную стоимость, есть такое ценное замечание в отношении будущего социалистического общества. Где он, так сказать, написал, что при социализме, ну, в будущем обществе прибавочного труда не будет. Останется только необходимый труд. Вот представьте, 1867 год. Социализма еще нету, только через 50 лет. В 17-м году произошла социалистическая революция в России. Уже вот такой, в общем-то, гениальный вывод. Сделан из анализа развития капитализма. Но при этом, ну, понятное дело, ну, какой-то, может быть, прибавочный труд, вот, скажем, прибыль, это перекладывание из одного кармана в другой, если и одна собственность общественная. Как может быть? Ведь товарообмен, он предполагает, обмен товаров, скажем, между разными собственниками. А здесь получается в рамках одной собственности. Но при этом необходимый труд, он расширит свои рамки. Ну, нужно создавать резервы? Нужно. Нужно, сказать, создавать фонд накопления? Нужно, конечно. Ну, это, скажем так, попутное замечание. И вот теперь давайте посмотрим. То есть у нас себестоимость, вроде есть там слово такое, часть слова стоимость, есть прибыль. Но они по содержанию, отражают непосредственно общественное содержание. А может быть обратное движение? Может. Может обратное движение. Когда эти термины, так сказать, категории будут наполняться старым, прежним товарным содержанием, вытеснять непосредственно общественное, что приведет к созданию, так сказать, уже товарно-капиталистических отношений. Ну, напомню, 65-й год. Вот, что будет, если мы сделаем прибыль главным показателем деятельности предприятий? Что было сделано в 65-м году? Ну, наряду со всем стоимостным объемом. Ну, по сущности, понятно. Упор делан на увеличение прибавочного, затрат прибавочного труда рабочих. А здесь. Если, вот посмотрим на эту схему, чтобы увеличить прибыль, если она привязана к себестоимости, по нормативу, что нужно делать? Увеличивать себестоимость. Соответственно, увеличение себестоимости и прибыли приведет к чему? К увеличению цен. К увеличению цен. Ну, наряду с прибылью, в ходе реформы 1965-го года в качестве главных показателей сделали весь стоимостной объем продукции. То есть, там были разные показатели. Валовая продукция, товарная продукция, реализованная продукция. Вроде преподносилось следующим образом. Ну, чтобы, скажем, увеличить прибыль, надо вот уменьшать себестоимость. Но получилось все наоборот. Получилось все наоборот. Чтобы увеличить стоимостной объем продукции, пошли по легчайшему пути. Стали увеличивать затраты. Но, опять-таки, я напоминаю, наверное, все люди старшего поколения сталкивались с таким явлением, как вымывание дешевого ассортимента. Был хлеб дешевый, приходит в магазин, нету. Правда, вроде такой же, но с другим названием, по другой же цене. Другой ценник висит. Более высокий. Ну, понятно, сказать, если сама вот экономическая система подталкивает предприятия делать так, так они и будут это делать. Ну, если раньше делали гвозди, скажем, и стали, а теперь от тебя требуется стоимостной объем продукции. Ну, я бы, так сказать, предложил делать и золото. Во-первых, можно меньше делать, а во-вторых, больше получить. Время и прочего. Понятное дело, что их нельзя использовать, и металл мягкий, и прочее, прочее. Но, во всяком случае, стоимостной объем будет получен. Так, идем дальше. Банки. Есть такие капиталистические предприятия, которые называются банки. Нет банки. Значит, в условиях таванно-капиталистического хозяйства. Это такие предприятия, которые аккумулируют, собирают, хранят время на свободные средства капиталистов, промышленных прежде всего, и предоставляют во временное пользование нуждающимся капиталистам кредиты и ссуды. Напомню, что если в области экономики есть сфера производства, где производится продукция, товары, а есть сфера обращения, где осуществляются расчеты между теми предприятиями, которые производят реальную продукцию. Банки как раз те предприятия, которые находятся в сфере обращения. И, по сути, если коротко говорить, их задача обслуживать сферу производства. Ну, понятно, что если, скажем, одно-детски производишь продукцию, но осуществлять расчеты нужно через банки. Вот что такое развитие. В целом, по ходу развития капитализма, я бы сказал, шли вот две тенденции. Одна тенденция. Банки, это, во-первых, напоминаю капиталистические предприятия. И они становились монополистами судного капитала. И они уже на определенном этапе развития стали диктовать волю промышленным капиталистам. происходило переплетение, сращивание банковского промышленного капитала, образование финансового капитала и финансовой олигархии. Но, с другой стороны, вот этот же процесс, что все расчеты, вся вот эта деятельность учетная, я бы так назвал, она концентрировалась в банках. И что, дало возможность и позволило Ленину назвать банки центрами общественного счетоводства. То есть, по ходу развития капитализма, особенно на монополистической стадии, вот эта вторая сторона банков, как центров общественного счетоводства, тоже развивалась. И вот Ленин, я процитирую, позволю себе, очень, он и по сути, и по форме красивые определения и выводы. Значит, крупные банки. есть тот государственный аппарат, который нам нужен для осуществления социализма, и который мы берем готовым у капитализма. Причем нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат. Единый крупнейший из крупнейших государственных банк с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике, это уже девять десятых социалистического аппарата. Это общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределение продуктов. Это, так сказать, нечто вроде скелета социалистического общества. Поэтому, вот что касается сферы обращения и банков, то одним из первых шагов советской власти это была национализация банков и создание единого государственного банка. При этом я, так сказать, хочу отметить, что национализация банков не является, строго говоря, мерой чисто социалистической. Это мера так буржуазно-демократическая. И в своей работе вот грозящая катастрофа как с ней работать, посвященная той проблеме, как выйти из экономической разрухи, экономической катастрофы, которая приближалась Россия в те годы, Ленин писал, надо национализировать банки. Ну, давайте предположим на минутку, что, скажем, у нас в стране будет банки национализированы, будет один банк. С точки зрения сохранности собственности ничего не меняется. Если вклад у кого-то тысячи рублей, как было тысячи рублей, так и останется банки единым. У кого миллион, значит, будет миллион. У кого-то сто миллионов, будет сто миллионов. Ну, кстати, вот у нас, так сказать, сейчас идет процесс монополизации банковской сферы. Если на начало 90-х годов было где-то две с половиной тысячи банков, то сейчас уже менее девятисот. То есть, вот это менее девятисот, менее девятисот. То есть, огромное количество банков прекратили свое существование. То есть, вот процесс монополизации банковской сферы, он идет в соответствии с экономическими законами развития капитализма. Итак, значит, в СССР был создан государственный банк. Затем, по ходу развития, по ходу развития, значит, уже в рамках единого государственного банка создавали специализированные банки, но они не были отдельными коммерческими банками. То есть, был промстройбанк, строительный банк, жил соцбанк, были система государственных трудовых сберказ, это все фактически подразделения единого государственного банка. Второе, возвращается к тому, кто одной из основных задач, которой занимаются банки, в условии капиталистического хозяйства. Это представление нуждающимся капиталистам кредитов. Напомню, представление судного капитала. кредитов. Есть три известных принципа кредита в любом учебнике. Можно прочитать. Первое срочность, второе платность, третье возвратность. Судный капитал, банковские суды, предоставляются на определенный срок, они должны быть возвращены, и плата за пользование, она называется банковским процентом, должна быть уплачен владельцу банковского судного капитала. А давайте посмотрим, что происходило с этой точки зрения по содержанию, что произошло, какие изменения в банковской системе, по названию банки остаются, в социалистическом обществе. Ну, прежде всего, основное, чем занимались банки, это распределением, учетом, как центра общественного счетоводства, государственных капитальных вложений. Вот, кстати, еще один термин, который присутствовал в саталитической экономике. Капитальные вложения. Здесь вроде как капитал. Но капитала, конечно, не было. Капитал, как самовзрастающая стоимость, это определение, присутствует в товарно-капиталистической экономике. И здесь по названию. Значит, государственные капитальные вложения, за счет чего осуществлялась вся техническая реконструкция и развитие социализма. Они были безвозвратные и бесплатные. То есть, банки по отношению к государственным капитальным вложениям осуществляли главную задачу. Вели учет и контроль их правильности использования. Предприятия социалистические имели один счет в банке. Не так, как сейчас в любом банке сколько у нас сейчас? Около 900 банков, ну вот можно иметь 900 счетов и гонять деньги туда-сюда и за границу в том числе и скрывать свои определенные неблаговидные операции. И поэтому это давало возможность государственному банку осуществлять учет и контроль движения вот этих ресурсов, ресурсов, которые отражали движение реального развития экономики. Так, дальше идем. Деньги. Деньги. Деньги? Да. Деньги не было. Совершенно верно. Михаил Васильевич нам говорит. По названию? Не его. По названию. Деньги. Давайте опять разбираться. По своему определению, что такое деньги? Деньги в условиях товарного производства. Это товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Это товар, это не бумажка, а товар, который выполняет роль всеобщего эквивалента. И в ходе развития товарного производства из всего мира товаров вылились такие, которые выполняли роль всеобщего эквивалента. Но основное, вы знаете, это золото. Это золото. Но уже в рамках капитализма что происходило с деньгами? То есть настоящие деньги – это золото. Ну, во-первых, это еще и до капитализма появились бумажные деньги. Их называют бумажные деньги. Погодите. Это уже пройденный этап. Вот золото стало с деньгами. Появились так называемые бумажные деньги. То есть государство своей силой говорило, что, пожалуйста, вот эта бумажка, она равноценна такому-то количеству золота. Бумажные деньги уже не деньги. Это знаки стоимости. Знаки. Существовал свободный обмен между этими бумажными деньгами и золотом. И где-то в начале 70-х годов, уже в условиях современного капитализма, вот эта система была отменена, окончательно похоронена. То есть настоящие деньги из обращения были изъяты. То есть золото, вот с тех пор, оно, так сказать, в обращении не присутствует. Оно находится только в хранилищах центральных банков. А что у нас есть? То, что называем бумажные деньги. Условия капитализма. Это знаки стоимости. Это знаки стоимости. Значит, а в социалистическом непосредственно общественном производстве. Вот те бумажки, которые назывались деньгами. Ну, а так, если там почитать, если вы помните, с профилем Ленина, это были государственные казначейские билеты. Билеты, конечно. Здесь две особенности и две характерные черты. Во-первых, они как-то играли мимолетную роль. Вот вы приходили в кассу предприятия, вам выдавали эти бумажки. Затем с этими бумажками, то есть вы трудились, создавали определенный продукт, получали эти бумажки. С этими бумажками шли в магазины и приобретали другие продукты, нужные вам. То есть вот они выиграли такой мимолетную роль. Во-вторых, определенное количество давали. То есть это свидетельствовало о определенном вкладе конкретного, скажем, рабочего, специалиста в общем, в общегосударственном работе. То есть по своей сущности, по своему содержанию, деньги при социализме, конечно, не были деньгами. Но по форме, по названию еще и не были. Но как-то, скажем так, в разговорной речи, говорилось, что это деньги. Таким образом, подводим некоторые выводы. Условия социалистического непосредственно общественного производства. Которое, по своей сущности, является диаметрально противоположным товарному производству. На поверхности экономических явлений, в сфере систем планово-централизованного управления, вот эта непосредственная общественная сущность, она проявляет себя и в новых формах, и в старых формах. Но новые формы, которые не было раньше, пожалуйста, единый государственный план. Или распределение по потребностям, общественные фонды потребления. Но наряду с этим существовали экономические, так сказать, категории, которые имели по названию вроде то, что пришло из старого. Вот я остановился на некоторых из них. Но при этом они имели новое непосредственно общественное содержание. Дальше. Ну, поскольку мы отрицание, скажем, старого рассматриваем диалектически, то моменты старого, может быть, и обратная тенденция. Есть и обратная сторона, соответственно, обратная, это противоположная тенденция. И все определяло, на что упор будет делать советское государство в деле развития экономики и развития системы планового государственного централизованного упражнения. Либо развивать новое непосредственно общественное содержание, и развивать, так сказать, новые формы. И, соответственно, эти старые формы, в конце концов, будут отмирать, уходить на нет. Только, может быть, название останется. Либо то, что произошло у нас. Вот эти старые формы стали наполняться своим собственным товарным содержанием. Что привело к уничтожению непосредственно общественного социалистического производства и реставрации капитализма. Совершенно верно. Ну и закончить я хочу тем, что, конечно, шла борьба. Сла борьба. Прежде всего, в экономической теории. Она нашла свое выражение в так называемой дискуссии между рыночниками и нерыночниками. То есть сторонниками непосредственно теории непосредственно общественного производства и сторонниками так называемого социалистического товарного производства. Мы об этом уже говорили. Я еще раз, конечно, отмечу этот факт. Что ни один экономический форум, ни одна крупная экономическая конференция союзного значения не приняла решение, не поддержала переход на так называемый рынок. У меня, во всяком случае, таких данных нет. И это благодаря тому, что в области экономической теории, конечно, победу одержали сторонники непосредственно общественного социалистического производства. Я могу назвать достаточно много фамилий. Вот Сергеев Алексей Алексеевич, доктор экономических наук, профессор. У нас соратник, к сожалению, живых нет. Николай Андреевич Моисеенко, профессор, доктор экономических наук. Тоже был деканом экономического факультета Ленинградского государственного университета. Его коллега, соратник из Московского государственного университета, заведующий кафедрой политической экономии Сагулов. Ярослав Лекаченко, Александр Иванович Хесин, Еремин, Попов Михаил Васильевич, Василий Яковлевич Елемеев. Крупнейший специалист, доктор философских наук, доктор экономических наук, Долгов Виктор Георгиевич. Вот большой круг экономистов, которые обосновывали, доказывали, что социалистическая производство является непосредственно общественным. Показывали, так сказать, основной кардинальный путь развития. Так, на этом, если разрешите, я закончу. И переходим пока до вопросов. У нас через несколько недель будет семинар по данной проблематике. Поэтому прошу подготовиться. Первое. Я в ходе своего выступления сознательно один вопрос, который вызывает большие споры, обошел внимание. Есть у нас такие легковисные суждения некоторых товарищей, что Ленин в ходе своей деятельности в начале 20-х годов кардинально поменял свои взгляды на характер социалистического производства. Якобы, вот НЭП, новая экономическая политика, это подтверждение тому. Вот давайте мы разберем этот вопрос. Второе. Какую литературу я бы рекомендовал для чтения? Значит, чтобы было проще, есть сайт Фонда Рабочей Академии, раздел Библиотека. Там есть литература. Значит, выбор нового курса. Рекомендую почитать. Это раз. Долгов, Ельмеев, Попов. Уроки и перспективы социализма России. Вот так она выглядит. А когда она выглядит? Санкт-Петербург, 1997 год. Санкт-Петербургский государственный университет. Да. Вот такой сборник. От закона стоимости к закону потребительной стоимости. Тоже Санкт-Петербург, 2003 год. Издание Фонда Рабочей Академии и ООО «Творческий Центр Победы». На сайте, я думаю, есть по-моему, приведут. И социальная диалектика, самая свежая. Попов Михаил Васильевич. Санкт-Петербург, 2014 год. Такое домашнее задание. Пожалуйста, готов ответить на вопросы. В принципе, почему практически весь мир не идет по этому пути? По пути реального социализма, о котором вы сказали. Что значит весь мир? Я понял. Почему переходит на потребительные стоимости, в стоимость. Почему весь мир не идет по этому пути? Понятие. Понятие. Вопрос, он многопланный. Значит, первое. Значит, весь мир, он нет народа. Ну, за исключением двух стран. Вестерная Корея, какого. Значит, по количеству, по количеству, давайте скажем так, большая часть государств является капиталистическими странами. Абсолютно. И это первое. Поэтому при капитализме существует капиталистическое товарное производство. И там нельзя, в принципе, применить непосредственно общественное производство. Это первое. Второе. Значит, капитализм идет по пути своего развития. Он проходит эти этапы от капитализма свободной конкуренции до высокоразвитых форм капитализма. Это монополистического и государственно монополистического капитализма. Так вот, в ходе этого развития товарное производство еще царит, но на деле оно подорвано. То есть, уже в рамках монополий, в рамках капитализма появляются отдельные элементы того будущего общества. Вот я говорил о банках. То есть, это капиталистические предприятия в этих странах. Но в них уже развивается нечто такое, которое противоположно товарному производству. Но в рамках в целом товарного производства. То есть, там можно говорить только о тенденции этой. О тенденции. И в развитых капиталистических странах эта тенденция очень наглядно присутствует. Вот я приведу некоторые цифры, которые, скажем, вот есть такой у нас институт США и Канады, Академия наук России. Там такая монография вышла, тысяча страниц по характеристике экономической системы Соединенных Штатов Америки. Так вот, они, такие цифры приводят, скажем, 90% номенклатуры всей продукции, ну номенклатура, перечень натуральный, выпускаемой американской экономикой, выпускается в рамках государственного заказа. То есть, в рамках, берем в кавычках, капиталистического плана. А государственные заказы, это уже вещь такая, которая противоречит свободному рынку. То есть, капитализм идет, он, так сказать, втаскивается, так сказать, в противоположную систему, но остается по-прежнему капиталистом. И эта система, непосредственно общественного производства, может полностью развиться уже, когда не будет капитализма. Вот так вот, я бы ответил. Вопрос по банкам. Правильно ли я понял, что банки это, с одной стороны, монополия на судный капитал, с другой стороны, санта взаиморасчетов, общественных сантов, такой взаиморасчетов? Да, можно, но это как? Крилатая фраза. Просто путают определенное мнение о среднем, о том числе и фондов рабочих академий, что в России нет настоящих банков, потому что судный капитал очень большой, и это расставщическая контора, которая подрывает тем самым производство, и поэтому не может являться банком. А вы как считаете? Я поддерживаю, да, я поддерживаю эту позицию. То есть в России банков нет, социалистическая эволюция невозможна, в том числе и потому, что нет банков. Потому что нет той организации, и капиталисты еще не создали, которую можно потом использовать с российским государством, как единый некий банк государственный, единый центр. Правильно ли я? Да? Понятно. Значит, банки тоже развиваются. То есть вот эти две тенденции, они идут. Что у нас в России? То есть с одной стороны, вот идет процесс монополизации банков. Но вот так сказать, что банки это не банки, ну это такое, знаете, это с трибуны, можно сказать. Конечно, процесс несколько другой, более противоречивый. Но если сравнивать, как идет развитие банковской системы в России, по отношению, скажем, к развитым странам капитализма, то есть вот свои особенности. Значит, я возвращаюсь к определению банков, вообще главная задача какая? Обслуживать производство, давать кредиты для развития. А что у нас в России? Чем занимаются банки? Вот я приведу пример того, что произошло в последнее время. Значит, Центральный банк Российской Федерации. Это ключевая система, у нас же двухуровневая система. Центральный банк, а под ним коммерческие банки. Поднял так называемую ключевую ставку до 17%. Ну, правда, потом пустил на два пункта, но это принципиальной роли не играет. А каков механизм функционирования? То есть банки, вот эти процентные ставки берут от Центрального банка денежные ресурсы, которые потом направляют на кредитование экономики функционирующим промышленным капиталистам. Ну, на самом деле, все посложнее. Они еще привлекают средства населения и тех же предприятий, но ставки по депозитам, они практически привязаны к ключевой ставке. Как только Центральный банк поднял до 17%, у нас по депозитам тоже поднялись ставки. То есть ресурсы банка, вот то, что они аккумулируют и берут от Центрального банка, под 15-17%. Значит, у нас в России они могут кредитовать под 25-30%. А что на Западе сделали? У них учетная ставка или ключевая ставка вертится вокруг 0%. А вот недавно в газете «Деловой Петербург» я прочитал, что в Австрии Центральный банк снизил ключевую ставку и установил минус 0,1%. То есть вот система в развитых странах регулирования экономики, она как бы экономически подталкивает банки не хранить единстве, а забирать и кредитовать экономику. Значит, а у нас, получается, они душат экономики в этом плане. Это первое. Второе, значит, что касается финансового капитала. Финансовый капитал – это банковский капитал, сросшийся промышленный капитал. Давайте берем количественное. Я уже, так сказать, статистику помню ваш вопрос год назад по статистике. Любой маломальский крупный западный банк по своим активам превосходит активы всей банковской системы в России. Поэтому говорить о каких-то банковских монополиях, то есть наши банковские в рамках страны крупные банки, они, извиняюсь, клопы по отношению к банковским монополиям мировым. Виктор Иванович, вот все время была ставка рефинансирования. Слышали, что по ставке рефинансирования берут банки коммерческие, накручивают свои проценты и реализуют. Потом это слово, как ставка рефинансирования, было забыто. И появилась новая цифра и ключевая ставка. Вот в чем разница ставки рефинансирования и ключевой ставки? И существует ли сейчас ставка рефинансирования? Понятно. Значит, учетная ставка сейчас осталась. И она должна была выполнять те функции, от которых вы сказали. И я говорил. Но произошел отрыв. Низуформы и содержанием. Вот если на 8,25%, то экономическая жизнь вынудила Центральный банк фактически отказаться. То есть формально она осталась. Она даже в некоторых законах закреплена. То есть часть экономической действий привязаны к учетной ставке Центрального банка. Но жизнь ее опровергла, что уже под 8% у нас ничего не делал Центральный банк. То есть они ввели новую ставку, ключевую. Ключевая ставка на сегодняшний день – это тот реальный инструмент, под который коммерческие банки могут кредитоваться на короткий слой, в Центральном банке. Вот что нужно делать, чтобы в России появились настоящие банки? Если я вас правильно понял, то достаточно умиленно написать приказ или указ, что процент теперь не 17, а, допустим, 2%. И сразу у нас появились российские банки. Нет, не появится. Это слишком просто. Так, ну вы сказали, что это одна из причин, да? Причем основная, почему это не банки. То есть оказывается, это не так. Тогда в чем? Что нужно делать, чтобы появились банки настоящие? Понятно. Значит, вот смотрите, развитие идет капитализма от капитализма свободной конкуренции к государственному монополистическому капитализму. Вот именно на этом этапе существуют банковские монополии и финансовый капитал. А что у нас происходит в России? То есть вроде как российский капитализм вышел из нетросоциализма, а социализм – это крупное, обучисленное производство. Казалось бы, тут надо было это поддержать. Ну, как сказать, Белоруссии хотя бы. Но власть на протяжении последних 25 лет, во всяком случае, те, кто отвечают за экономические, финансовые блоки, так называемые, они применяют к нашей, так сказать, экономике, в том числе и банковской, методы свободного, так сказать, рынка. То есть устаревшие архаичные методы, которые нельзя применять. То есть их применение приводит к одному, к дальнейшему разрушению производства, в том числе и банков. В том числе и банков. То есть идет противоречивый процесс. Да, российские банки, как и российский капитализм, стремится выбиться, что называется, в люди. Но пока вот идет таким путем, противоречивым. Что надо делать, чтобы банки появились? Да не надо, это капиталисты будут делать. Вот если, скажем, правящий класс, вот вы хотите, если правящий класс капиталистов, если сделают определенные выводы, а именно, во-первых, в головах у тебя сделают выводы, что нужно отказаться от методов регулирования экономики, которые сейчас реально применяются, тех устаревших, архаичных, и применять методы современного государственного капитализма, государственно-монополистического капитализма, это будет уже плюс. Во-вторых, нужно избавиться от тех людей, которые проводят эту линию. Тогда, очевидно, можно предположить, что российский капитализм и будет развиваться, а не продолжать разрушение экономики. Вот вы всегда выбираете какой-то один тезис. Я не могу понять, что ответ. У меня вопрос по роли Косыгина в этой схеме. У него что-нибудь так начался кренку? Косыгин один из руководителей тогда советского государства, был председателем Совета Министров, что занимал один из ключевых постов. Поэтому он, конечно, причастен к этой реформе. Вот что-то стало изменяться у нас в связи с его реформами? Значит, ну, нельзя сказать, что это реформы Косыгинские. Значит, все принималось, во-первых, в политбюро ЦК КПСС, в Совете Министров, целый пленум. Центральный комитет принял такое решение. Это было совместное, насколько я помню, было совместное решение Пленума ЦК КПСС, Совета Министров и Верховного Совета. Или Президиум Верховного Совета. Ну, это же на основе того, что экономика стала не очень развиваться нормально, видимо, они думали. Вот, смотрите, я такой образный пример. Вот табуретка и стул на четырех ножках. Вот если мы берем одну ножку, можно сидеть на ней? Почему на трех? Можно. Ну, будет неустойчиво. А вот дальше два решения можно принять, чтобы устойчиво. Качается, закачалось, да? Это к тому, чтобы Кручев сделал массу инноваций и в экономике, и в политической сфере. Можно ножку приделать, и, так сказать, все будет устойчиво. А можно убрать вторую, еще одну. И вот, кстати, давайте уберем еще эту. Вот вместо вот этой системы внедрим там прибыль и прочее. Вот они убрали вторую. Значит, я по экономической, так сказать, теории вам сказал. Ну, принималось все, какая была проведена псевдодискуссия. Она заключалась в том, что в газете «Правда» было две или три статьи. Три. Три статьи. И все. Сколько время было? В 70-е годы. В 65-е годы. В 30-е годы, это реформа. Я пришел в грязную свадь. Понятно, что это была формальная дискуссия, чтобы показать, что якобы дискуссия. А вопрос был решен, да, вот, так сказать, сначала на плену МЦК КПСС. То есть те люди, которые, так сказать, были, так сказать, в руле партии, вот они приняли это решение. Нет большого вопроса? Есть. Есть еще. Так, Павел. Последний. А если, пожалуйста, а если развести понятие богатство и частная собственность, то есть богатеть можно, а частная собственность нельзя, то тогда удалось бы сохранить социализм? Не потеряно. Ну, это какое-то такое у вас... Ну, понятно. Ну, что значит богатство? Вот, еще раз возвращаясь. Основное... Дело, наверное, было все-таки нечастная собственность. Нет. Богатеть можно, что и да. Ну, да. А частная собственность, то есть она, чтобы все равно была бы введена, да? Даже если бы не пристройка, если бы ничего, она все равно бы не была бы... Частная собственность. Значит, частная собственность, она, скажем так, еще по названию нечастную, но уже в ходе, начиная, скажем, с реформ Хрущева, действий Хрущева и реформы 65-го года уже как бы присутствовала в известном плане. То есть по названию была общественная собственность, но кто использовал в своих интересах? Ну, прежде всего вот руководители. А уже потом, уже ближе к концу 80-х годов, в начале 90-х, так сказать, это привели в соответствие формы содержания. То есть появились настоящие капиталистические предприятия, частная собственность, полновесные. И обратного хода нет, да? Почему нет обратного хода? Тогда был ход, если бы победила позитивная тенденция, прежде всего в партии, в правительстве, то можно было все приостановить. Но победила негативная тенденция. И сейчас мы возвратились в период до 17-го года, когда у нас есть капитализм. Мы должны работать в рамках капитализма. По этой теме, вот, именно первый показатель снижения себестоимости, это и есть производительность труда? Нет, конечно. Которого... А? Нет, себестоимость, это показатель. Снижение себестоимости только за счет новой техники, новшеств. Да, основное, так сказать, основное направление снижения себестоимости за счет роста производительности труда. Вот и все, и все. Дальше уходите. Снижение себестоимости наоборот составляете. Ну, а как? Без новой техники ничего не выйдет. Дополнительная плата только за радость предположения. Вы вопрос задали? Последний вопрос. Прибыль при социализме, в чьих руках аккумулировалась, как она распределялась? Что было наиболее заинтересовано? Значит, еще раз. Прибыль, она образовывалась на уровне предприятия и затем частично перечислялась в бюджет, переходила в государственный бюджет, частично оставалось в распоряжении предприятия. Кстати, вот могу привести такой пример. У меня дома два справочника народных хозяйств СССР, 70-х годов. Я посмотрел, там в первой странице сводные показатели, основные. Так вот, когда берется период 20-е, 30-е, 40-е годы, 50-е, прибыль не присутствовала. Вообще не было, как класса. То есть тогда, видимо, считалось, что прибыль – это необязательно. Это было видно из этого механизма. А вот когда после 65-го года появилась колоночка «прибыль в социалистические предприятия». Нет, она была, но она не была главной. Понимаете? А после 65-го года она стала плавной. Она была учетной. И она была привязана к себестоимости. А себестоимость снижалась в силу экономических причин, и, так сказать, работы предприятия. И прибыль снижалась. По памяти скажу цифру. Значит, основной источник поступления, формирования государственного бюджета в те годы был налог с оборота. Порядка 60%. 50%. Прибыль давала, ну, порядка 10%. А потом все поменялось. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, конечно, надо сказать спасибо Виктору Ивановичу. Очень интересная лекция. Вот если он лекцию такую читает, такой тематики, я думаю, мы же знаем, вот этот, когда механизм стал разрушаться. После 60-го года. Ни Хрущев не разбирался, ни Косыгин-Либерман не разбирался. И это следующий этап был. И в конечном итоге Горбачев. Все разбил социалистическую вот эту экономику. И вот сейчас представляется уникальная возможность. Виктор Иванович дает уникальный материал, чтобы разобраться. Потому что многие даже сейчас в капиталистическом обществе, руководители, я скажу, не очень разбираются в этих делах. А порой вообще не разбираются. Вот Виктор Иванович дает. Поэтому, конечно, обидно, что не полный зал и не ломится. Возвращаясь вот к этим вопросам. Вот еще раз, чтобы подчеркнуть, когда же эта экономика действовала. Вот Виктор Иванович очень правильно сказал. Вот если сделали Великую Октябрьскую социалистическую революцию, не наступила сразу же. И не наступила настоящая социалистическая экономика. Ее только достигли к 30-му году. Воплощал уже соратник Владимирич Ленина, Сталин. И действовала после даже ухода Сталина до 60-го года. Вот 30 лет. К этому очень тяжело шли. Причем, вот еще раз вспомнить. Выступает на 18-м съезде ВКПБ. Товарищ Сталин сравнивал 13-й, самый лучший царский год, и 33-й. За эти 20 лет, что сделано было с Штатами, и темпы роста производства, и что сделано в Советском Союзе. Если 13-й год там и там взять 100% у той и другой страны, то Штат достигли 110% роста, а Советский Союз достиг 391,7% роста. И это только шли к этому. А потом, вы знаете, была война, и ничего не выиграли бы в результате Великой Отечественной войны, если бы не было вот такой плановой системы хозяйства. А плановая, чем отличалась? Плановая носила ранг закона, и если план не выполнался, значит нарушался закон. А за нарушение закона, соответствующее давление было, можно сказать, репрессии. И вот действовало до 60-го года, и если взять 50-е, уже 60-е годы, то сейчас какое основное показатель? Валовый внутренний продукт. Вот если тогда валовый внутренний продукт взять с 50-го по 60-й год, то Соединенные Штаты Америки выросли за это время до 144%, хороший рост. Но Советский Союз 233%. И почему вот здесь себестоимость снижалась? За счет, в основном, двух факторов. Научно-технического прогресса и производительности труда. Поэтому, конечно, с каждым годом цены снижались. Вот это была уникальная система экономики. А то, что касается, вы говорите, а почему многие страны не переходят? Абсолютное большинство. Да, абсолютно большинство. И очень сложно идет борьба. Вот даже в Соединенных Штатах, по учебнике, вот война между Севером и Югом. Да, была. Штаты Севера, Соединенных Штатов Америки, воевали с Южными Штатами. Но это какая была война? Эта война была классов, между классами. На Севере зарождались уже капитализм. Мир володей. А точно. А Южные Штаты это рабовладельцы. И рабовладельцы считали, самая большая демократия у нас. Весь народ, потому что это демос народ, а кратия власть. Мы самые демократичные, мы самые передовые. А что на Севере делается? И вот это была война. То есть каждый класс борется за свое существование. И здесь, конечно, борется, основное капиталистическое окружение, конечно, он борется за свои интересы господствующего класса. И, конечно, поскольку в основном капитализм, конечно, они борются и побеждают за свои интересы. И Сталин строил вот такую экономику, конечно, какую задачу ставил? Что вокруг противники вражеское окружение капитализма. И надо строить экономику Советского Союза независимо от зарубежных стран. Отдельную, чтобы никакие санкции, как сейчас, не смогли надавить. Потому что экономика, чем наша страна отмечалась от нынешней экономики, мы не завязаны были на всех капиталистические страны, а вот действовали самостоятельно, сильно, мощно. Поэтому мы и в этом году будем праздновать победу над Германией. Что касается самой лекции, очень полезная, на мой взгляд, интересная. И главное, что здесь показано при социализме, как выстраивается цена. И когда берется за основу критерий снижения себестоимости, это тенденция коммунистическая. И при общенародной собственности на производство. И когда при Хрущеве, при той же самой общенародной собственности производства и той же самой формировании цены делается критерий уже не снижения себестоимости, а рост, сводный показатель по прибыли и по выпусканию продукции, как запускается капиталистический механизм. Вот здесь очень интересно и важно это понять, осознать, как это все происходило. С другой стороны, автор, на мой взгляд, плохо разбирается в политэкономии социализма. И те его абстрактные знания о банках, правильные, когда он вроде излагает, он не может применить на практике. И получается, несуразница такая, что у нас сейчас нет монополистического капитализма, мы находимся на какой-то другой стадии, видимо, еще надо нам двигаться дальше. У нас нет банков настоящих, а есть конторы, значит, ростовщические. Вроде как ответы на вопросы меня не удовлетворили, потому что прозвучало, что почему не банки, потому что очень большой процент. Но если этот процент устанавливает государство, то оно может установить меньший процент, правильно? Что им мешает? Не 17, а 2 процента установить. Тогда это будут банки? Нет, это все равно будут не банки. А почему не банки? Авторы сам, так сказать, доклады не понимают. Не может объяснить, по крайней мере. К чему это приводит? Это приводит к тому, что раз у нас нет настоящих банков, нет финансового капитала, у нас не может быть фашизма. В Украине не может быть фашизм, это американский фашизм, а не украинский фашизм при поддержке американских институтов. И у нас не может быть фашизма. У нас не может быть и революции социалистической. Понимаете? Потому что канун социалистической революции и империализм. Раз нет банков, нет империализма, нет канун социалистической революции. То есть все это где-то впереди, в далеком будущем, а сейчас мы должны заниматься и рассуждать о прошлом, о будущем. Понимаете? Вот это разоружает, на мой взгляд, рабочий класс и нас в том числе с вами. И вот это вредная, так сказать, точка зрения, с которой надо расставаться и преодолевать. Спасибо. Я тоже скажу несколько слов в заключении. Ну, во-первых, понятно, что каждая лекция все не предлагает, что относится к данному вопросу. И надо, так сказать, понимать, что искусство вообще лектора состоит в том, что выделить главное и на нем сделать акцент. Можно было бы дополнить, что вот как при социализме даже старые формы наполняются новым содержанием, можно сказать и другое. Новые формы при социализме не лишены и старого содержания. А тем более старые формы не лишены и старого содержания. И точно так же, как можно сказать, что при капитализме некоторые формы, оставаясь старыми, они уже наполнились во многом несвойственным содержанием. Потому что работа на заказ, про которую говорил Ленин, что рынок, если есть работа на заказ, то рынок уже подорван. Потому что капитализм, стихийная конкуренция, это работа на свободный рынок. Вот, провожу, произвожу для обмена и все. А если уже есть государственный заказ или заказ другой фирмы и заключен соответствующий договор, то, как говорил Ленин, рынок еще царит, но он уже подорван. И вот точно так же банки при капитализме, которые превращаются в органы общественного счетоводства, следовательно, превращаются в организации, чуждые этому самому капитализму. Это не признак банков, то, что они органы общественного счетоводства, а это результат их обобществления производства, в котором участвуют эти банки. Потому что тенденция к обобществлению производства, она действует не при социализме и не после социалистической революции, а она действует при капитализме и приводит к социалистической революции. И то, что можно сделать еще без переворота и до переворота, это и происходит. Например, то, что деньги уже в обороте заменяются не деньгами, а представителями денег, я бы сказал, не знаки, а представителей денег, потому что знаки стоимости там разные могут быть. А вот представители денег, деньги лежат в банке, а ходят эти самые билеты. Но это же можно сказать и про цены, цены внутри монополии. Что с собой представляет? Транспортные цены. Цены внутри монополии никакие не ценные. Они вообще не ценные, потому что там нет вообще обмена внутри монополии, ну если это собственность одного монополиста. И разные предприятия, принадлежащие этой монополии, они обмениваются между собой? Как же они обмениваются, когда собственность одна? Нельзя сказать, что из одной собственности переходит товар в другую собственность. Нет, это всё движение между этими предприятиями носит расчётный такой характер. Это то же самое, что это движение внутри предприятия, между цехами. Там есть какой-нибудь обмен? Да ничего подобного. Там идет разделение труда, и постепенно вырабатывается продукт. То же самое в рамках крупной монополии. То есть надо видеть, что в товарном, рыночном хозяйстве появляется явление прямо противоположное этому рыночному хозяйству. Сказать, что они наполнены социалистическим содержанием, вот уж нельзя. То есть они отрицают капитализм, но они лишь в той степени социалистичны, в какой они отрицают капитализм. Но они отрицают капитализм в капитализме. Никаких буквальных элементов капитализма, конечно, нет. Но они уже подготавливают почву, и они очень легко превращаются в социалистическое учреждение. То есть бывшие банки, если они на самом деле банки, то есть если они вот такие банки, как в России, то из них нельзя сделать органы общественного чиноводства, Потому что если люди душат с помощью этих организаций предприятия, то никак их сделать из этих организаций, организаций, которые поднимают производство, нельзя. Потому что в Америке не душат производство, а развивают. И вы знаете, что там капитализм повышает производительность труда, увеличивается производство, развиваются и строятся заводы. А у нас удушаются существующие заводы, и при этом рассуждает тот же самый президент и премьера о 20 миллионах новых высокопроизводительных рабочих мест. В чистом поле эти места будут рабочие, и по отдельности. А в это время закрывается ЗИЛ, в это время закрывается завод имени Свердлова, в это время не наладан дышат те же самые силовые машины. Вот что они творят. То есть они удушают. Тот, кто научился удушать, не может развивать. Поэтому и это, и с этой точки зрения тоже не банки. Потому что определение банка, самое точное, состоит в том, что это не вообще организация по обслуживанию и производству. Например, закон заставляет все организации, все зарегистрированные, будь это предприятия, промышленные, общественные объединения и партии, как только они зарегистрированы, они должны держать деньги в банках. К чему это приводит? Только к тому, что все эти организации платят за обслуживание банком, платят туда эти самые средства в этот банк. И с помощью банка, и с помощью налоговой системы начинают облагать, собирать и так далее. А что такое банк по смыслу? Он должен аккумулировать те деньги, которые в свободном обороте появляются, высвобождаются в ходе хозяйственного оборота, и направлять их туда, где имеется временный недостаток в этих деньгах. Скажем, продали продукцию сельского хозяйства, освободились деньги, они понадобятся потом для закупки техники. Но какой-то есть разрыв в обороте, это все расписано у марсов капитали во втором томе особенно. И вот чтобы этот разрыв заполнить, надо эти средства аккумулировать и направлять. Это очень прогрессивное действие, прогрессивное для развития производства действие банков. Что делают наши так называемые банки? Почему они остаются этими самыми конторами без фейдализма, остаются по-прежнему еще этими самыми ростовщическими конторами? Потому что они вот этой-то операцией как раз, как иногда они что-то кредитуют. Но систематически, чтобы собирать вот эти по крупицам средства, для этого надо иметь такую ставку кредита, когда у вас будут просить деньги, а вот тогда банк имеет возможность все проверить. Ведь нужен, почему получается идеальная бухгалтерия нового общества из банков настоящих? Потому что они, если я выделяю, так сказать, товарищу Шалову, кредит, и будучи банкиром, значит, а я спрашиваю, а какая ваша способность, а на какие цели, а чем это обеспечено, а как вы отдадите, а не то, что он мне пообещал, что он отдаст. Разве банк этим удовлетворится, а что в залог, а кто гарантирует, кто дает гарантию государства или кто? То есть банки обеспечивают, так сказать, беспрепятственное развитие экономики, потому что они просто так деньги выдают. Но они и выдают деньги, что такое под минус? То есть если вы у нас возьмете кредит, мы вам еще и деньги дадим. Вот что такое отрицательный процент. А зачем это делать, скажете? Зачем это делать? Это государство, если оно капиталистическое, оно хочет, чтобы капиталистическое производство развивалось. Ради чего? Ради роста капиталистической прибыли, разумеется. Так что чем больше будет предприятий, чем быстрее будет развиваться капиталистическое производство, тем больше прибыль. Поэтому у нас капиталисты – это не настоящие. Потому что капиталы – это самовозрастающая стоимость. А не самоубывающая, а не самоудушающая. Вот они сейчас все удушают. Они даже вот то, что они зарплату пытаются сокращать. Там пенсии, и будет маленькая-маленькая-маленькая. Маленькая Россия будет. А маленькая Россия не может быть самостоятельной. Она и в космос не будет тогда запускать. И танки не сможет дальше делать. И сейчас сворачивают образование, и все, 1500 человек врачей, конечно, они в Москве уволили, и так далее. То есть люди, которые являются не результатом прогрессивного развития капитализма, прогрессивного в том смысле, что он вышел из феодализма, и какие-то черты феодализма отрицают. А у нас же была контрреволюция, а в контрреволюции победили кто-то. Там что были, инженеры, организаторы производства, какие-то люди, которые что-то создали. Что они создали? Они ничего не создали, поэтому в этом самом слое или классе наших российских капиталистов, особенно банкиров, всякие отбросы туда пошли, в том числе партийные отбросы. Вы посмотрите, кто советниками пошли в эти банки. Я их лично всех знаю, я был членом обкома Ленинградского, я их видел. Секретарей обкома, в том числе первый советник, это Герасков не пошел. А все остальные там, Юрий Филиппович Соловьев и другие, они все советниками в банках, в разных секретарях разных уровней, там в банках торчат. Поэтому это не те люди и не те кадры, которые вырабатывают капитализм, и вдобавок они приближают нам что-то. И думать, что для того, чтобы была революция, обязательно был фашизм, это, извините меня, просто глупость, Степан Сергеевич. Ну это просто глупость. Для социализма фашизм не нужен. У нас в России фашизма не было. И с фашизма, и с фашизма никогда, и в фашистской стране, убивать будут революционеров, первым делом вырежут таких, как вы, на завтрашний день. На завтрашний день. Всех вырежут, засадят в тюрьму. И расстреляют. Поэтому в том-то и дело, что если более толковые люди, которые понимают, как делается социалистическая революция, идут на всякие временные союзы, как делал товарищ Сталин, для того, чтобы удержать страну, не дать ее разрушить, не дать растоптать тому же самому фашизму немецкому, как сейчас, скажем, если кто-то помогает нам в борьбе, чтобы не растоптали Россию, и, так сказать, возможность в России сделать социалистическую революцию, союзы возможны с теми государствами и с теми классами, которые ведут антифашистскую борьбу. И если вы знакомы, Степан Сергеевич, а познакомьтесь снова, так сказать, со статьей «Империализм как источников войны» и Центральным комитетом подписаны РКРП. Там мы это все изложим. Поэтому я думаю, что, так сказать, тут вот надо поглубже смотреть. Я думаю, что, так сказать, ваше замечание в адрес того, что, так сказать, непродуманное или неквалифицированное, говорит о них термопломбе, который совершенно не нужен. То есть, если у вас есть что сказать по содержанию, надо говорить. А с такими оценками выступать не надо, потому что мы оценки можем сделать еще более жесткие. Это просто не годится для нашего университета. В университете мы должны выступать, сказать аргументы, любые, критические. И вы знаете, что здесь каждый может сказать, и вы, конечно, и будете выступать. И я вам бы рекомендовал взять дохлад. В следующий раз мы с удовольствием предлагаете тему, мы вам дадим слово для выступления. Потому что предыдущий секретарь выступал регулярно, а вы как-то так, что-то, где-то отсчирываетесь. Давайте сюда вот с докладом развернете свою позицию, подумайте, хорошо? Еще выступайте. Это полезно и хорошо. Давайте будем. Это наше общее дело. И поэтому надо здесь, да, давайте не будем тут вешать верлаки, поговорили, и давайте настроимся на такую лад, что здесь надо выступать с аргументами, потому что вопросы непростые. И я хочу сказать, что, я бы тоже с этой точки зрения сказал, что доклад, так сказать, не полон. В каком смысле не полон? Ну, в том смысле, что он тему полностью раскрывает, но вот то, что при социализме есть старое еще содержание, его не так легко увидеть. Что характерно для товарного производства? Не важно, что я делаю, а то важно, что за это буду иметь. Если я произвожу товар, то то, что я произвожу, не является потребительной стоимостью для меня. Правильно? А это потребительная стоимость для кого? А для тех, кто у меня будет покупать. Поэтому вот вам сои, там мясо, а вам, что там, с какими-то разрыхлителями, там усилителями вкуса, ешьте. Потому что нам это не надо. Я для себя найду, где изготовить, как рассуждает товаропродуктор. То есть он производит потребительную стоимость для другого. Что нет такого при социализме, не бывало таких явлений, не то важно, он с завода что-то тащит, он не важно, что он делает, он не интересуется, куда это пойдет, что это даст для страны, что такого нет настроения, и таких нет явлений, а то важно, сколько за это он получит. Поэтому не случайно вдруг, вдруг центральный комитет принимает решение. Значит, такие настроения были. И такой подход был широко распространен в обществе. И с ним боролась партия, пока она боролась и объявляла, что при социализме идет классовая борьба. Пока стояли на точке зрения классов борьбы, все удерживалось. Как только с классовой точки зрения сошли и объявили, что диктатура патриата нам не нужна, то есть не стали подавлять вот эти негативные тенденции, которые проявлялись, а в новых формах как они проявляли? Вот все натуральное, вещественное. Значит, если трубу производим, значит, делаем тяжелые их, если за вес платят. А если за вес не дают платить, значит, за длину, тогда делаем маленькие, маленькие, тонкие и много-много большого размера. То есть какой бы вы возьмете показатель, мы всегда подумаем, их всегда бесконечно много, как так сделать, чтобы ущерб будет у народного хозяйства, а мы деньги получим. То есть старые содержания у нас в течение всего социализма, вот родимые пятна капитализма, они прорываются. И каждый работник, рабочий даже, каждый рабочий тоже заинтересован. Не только в росте общественного богатства, это главный его интерес, но и в том, чтобы взять большую долю меньшего пирога. Пусть пирог будет неважно какой, важно, сколько я от него отхвачу. То есть противоречивы сами интересы, и поэтому любая форма, самая что-нибудь новая, ну, например, партия святой, там люди туда идут, туда, для того, чтобы набить себе карман. Или на пост секретаря, так сказать, обкома, для того, чтобы опять-таки получить дачу, машину и так далее и тому подобное. Что мы наблюдали? Поэтому эти вот товарные настроения, эти отношения, отношения к обществу, как к некому рынку, с которого они, так сказать, что-то тащат, они присутствовали. И это неизбежно в первой фазе коммунизма, потому что это противоречие объективно существует. И вот, чтобы его побороть, чтобы его побороть, для этого, ну, и нужно осуществлять диктатуру пролетариата. И готовиться к этому нужно заранее, а для этого использовать все те инструменты, которые приготовил капиталист. Почему мы все, и Ленин об этом специально говорят, что, конечно, государственный монополистический капитализм гораздо более высокая форма, чем капитализм свободной конкуренции. И более прогрессивный. И между этой формой и социализмом ни следующей ступеньки нет. Вот наша российская буржуазия нас пытается все время оторвать эти самые последние ступеньки и только в порядке исключения делают. Самолет в строительной корпорации есть, это в порядке исключения. Это государство должно уходить из экономики. Ну, вот, ну, самолета никак иначе не сделаешь. Корабли строительные тоже. Надо уходить из экономики, но никак не сделаешь. И Путин, Медведь, да, придется делать, понимаешь, эту. Потом, космос, никак нельзя сделать без государственной корпорации. И это будем делать. И так далее. Двигателистроение. Все уже, довели до ручки. Завтра пропадет все. Опять выступает, я видел по телевидению. Медведь говорит, ну, да, мы должны вот думать, как уйти из государства, из экономики. Но нам пришлось вот это создавать. То есть, все это делается в порядке исключения, тогда, когда, скажем, в других капиталистических странах государственно-монополистическому капитализму относятся как к норме. И когда они применяют методы государственного регулирования, они сознательно снижают ставку кредита. Нам вот эти санкции, которые сделали американцы и европейцы, только нам в помощь. Потому что она не нас толкает. Вот сколько мы пропагандировали, что давайте отечественные, развивать производство. А, нет, 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 не будем делать. Купить, 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 ничего не делать, головой не думать, схватить. А вот таких санкций, которые сейчас делает Центробанк против нашей промышленности, это никакой Америке не снилось делать. Сейчас вообще исключили. Значит, сейчас иностранные кредиты вы не возьмете в Америке? Значит, в Европе вы тоже не возьмете? И тут наш Центробанк, вот в этих, так сказать, более сложных условиях, запирает вообще. Потому что, если нормальная норма прибыли, я еще раз подчеркиваю, для характеристики банка, не просто аккумулировать там средства и направлять туда, где их нехватка, а за нормальную прибыль, за нормальную ставку прибыли. А у нас какую прибыль хотят получить? Они хотят 30% получить за кредит. Это значит, это полное разорение предприятия, что нахожу кредит. Ну, некоторые в ужасе берут, говорят, все равно пропадает. Возьму, и будь что будет, и пропадают. Одно за другим. Одно за другим. Вот картина, которую мы наблюдаем. И я думаю, что надо не схемы какие-то там брать, а смотреть реально, что происходит. Что происходит в нашей... Какой-то финансовый капитал. То, что у нас капитализм монополистически, бесспорно. То, что монополии у нас, их мало. Их мало, и они в порядке исключения. Хотя это должно быть магистральной дорогой, так сказать, движения капитализма. К чему? К единой монополии, которая потом, будучи обращена на пользу всего народа, означала бы капитализм. И от этой монополии, от единой монополии, или близкой к ней, можно уже прийти, означало бы социализм. И от этой монополии можно уже беречь и путем только социалистической революции. Потому что ни один класс просто так, конечно, свои позиции не сдаст. И вот раз это димитрально-предположенная форма хозяйства, нужен тут именно и переворот. А переворот, то есть переворот общественный, классовый переворот, чтобы рабочий класс взял власть. Без этого, конечно, ничего из этого не выйдет. Сколько бы мы не приближались к социализму в рамках капитализма, мы так и будем тогда сидеть в этом самом капитализме. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас выступал человек, который всю свою жизнь посвящает интересам нашей страны. Говорит, думает с энергией только в национальных интересах нашей Родины. И классового, конечно, более прогрессивного будущего. И вот на этой неделе Михаилу Васильевичу отмечается юбилей. Семь с ним. Давайте поаплодируем Михаилу Васильевичу за его выступление, за его вселенные интересы. А я всех пошу выкру. Доверяйте? Доверяйте. Аплодируем. 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 Очень хорошо. Возникла дискуссия, острая дискуссия. И тоже хорошо. Есть предмет для дальнейшего поиска истины. Спасибо. Тема следующего занятия в четверг. Борьба за прогрессивный трудовой кодекс. Выступает член профсоюза докеров России Беляев Михаил Юрьевич. Спасибо.